Дорогие отцы, братья и сестры, всех поздравляю вас с воскресным праздником. Сегодня Святая Церковь для назиданий нам предложила притчу Господа о званых людей на вечер, которые Царю готовы для своего Сына. И мы знаем, в конце он сказал, что много было званых, но мало оказалось избранных. То есть мало пришли на тайный вечер. И вот еще во время земной жизни ученики спрашивали Господа, неужели так мало спасающихся? И Господь действительно ответил, да, в конце бытия многие будут искать двери в Царство Небесное и найдут их, будут стучаться, им не отворят. И Господь ответит им, я не знаю вас. Действительно, ведь это наша горькая правда. Сегодня храм открытый, а ходит-то ведь мало людей. Вот пришли сегодня избранные, вот наш собор огромный, вмещает он здесь больше десяти тысяч. Сколько нас молится? Вот небольшая группа людей. А почему? Потому что люди привыкли так жить. Привыкли в воскресный день отсыпаться до обеда. И не понуждают себя проснуться, чтобы прийти на Божественную Литургию. А ведь пора просыпаться от греховного сна. Жизнь быстро проходит. И рано или поздно мосты эти будут разведены. Сегодня пока мосты сведены, вот как бы левый берег, левый и правый. Мы еще можем перейти с одного берега на другой. Но когда Господь разведет, то есть через смерть, там уже невозможно будет попасть. И мы знаем это из другой притчи о богаче Лазаре. Богач хотел попасть на лон Аврамова, где там Лазар наслаждался. А не получилось. Так вот и будет потом с нами. Если сейчас мы с вами не знаем Христа, не общаемся с Ним, то и там Его знать мы уже не сможем. А Господь создал каждого человека для общения с Ним. В этом наша радость, в этом наша счастье, в этом смысл существования человека на земле. Но люди, к сожалению, хотят жить без Христа здесь. Ну, значит, такой выбор делают. Выбирают, значит, тьму ада вместо Света Небесного. Это выбор Господь уважает. Не хотите? Никого насильно Господь Царство Небесное не зовет. Но кто хочет, получает приглашение, тот приходит, слышит колокольный звон, просыпается, идет на божественную татургию. Но опять в этой притче сказано, что нужно войти-то еще на брачный пир, в брачной одежде. Вот мы знаем, что такое одежда на нас с вами. Мы стараемся одеться по-культурной, кто-то по-стильной одевается. Ну, как-то стараются заработать больше денег, купить хорошую одежду. Так вот, одеяния души, а не заботиться нужно еще больше об этой одежде. И мы с вами должны просить Господа, чтобы Господь просветил одеяния души моей своим Светом Божественным, чтобы мы с вами очистились от грехов, от этих пятен на этой одежде, украшались все добродетелями, с покаянием и смирением. Тогда Господь может пригласить нас в дверь спасения. Он есть дверь. Кто мною войдет, тот и спасется. Надо идти за Христом. Все остальное без Христа – это пустое дело, трата времени пустая. Зря мы теряем время, потом очнемся, уже будет поздно. Поэтому Господь кажется стучиться через нам Слово Божие о том, что нам нужно опомниться. Не туда мы идем, не то мы делаем. Не надо идти за миром, который отверг Христа и живет по своим законам. А мы, верующие люди, должны и обязаны каждый воскресный день, каждый праздник, бывает в храме, но не просто бывать, а надо причащаться телу и крови Христу. Опять ноги приходят, но не причащаются. Почему не причащаются? Не подготовились. Что значит не подготовились? Значит поленились. Вот мы ленимся храмом ходить, ленимся же придя, подготовиться, то есть вычитывать правила, попаститься, может, денечек, да, поисповедоваться. Вот и принять Христа. Вот если так будем делать, то у нас есть какая-то надежда попасть в число избранных, чтобы на месте святыми потом присутствовать на этом пире веры, Господь Который даст всем любящим Его. Поэтому пропускной билет – это будет любовь к Богу, любовь ко Христу. Бог, кто любит, тот и спасется. Вот сегодня эта притча нам с вами и рассказала, чтобы мы с вами постоянно об этом думали. И никогда, если мы в здравии, не оставляли воскресенье в день дома, а приходили в храм Божий, и здесь молились, причащались, и, получив благодать Божию, старались быть полезными людям, которые нас окружают. Об этом Господь тоже нам говорит, может, добрые дела, и свое христианство показать на деле, на деле показать, что мы верующие люди, а не просто вот я причастилась, сижу дома, и все, меня кто не видит, не знает, и никаких искушений нет. Но это тоже самолюбие называется. А надо любить Бога и любить ближних. Поэтому нужно веру нашу показать в любви, в делах к нашим ближним. Поэтому желаю всем помощи Божьим, ваших дальнейших трудах и заботах о вечном спасении. Отец Роман, скоро будем праздновать преподобную Сергию память. Подхотел бы на память о нашей службе, нашему собору, если бы поставить икону преподобную Сергию. Отца Сергию, прошу огласить грамоты. Несколько человек у нас отметили юбилеи в этом году, и поэтому мы наградим их теми наградами, которые нам предоставил свящий Петр Кирилл по случаю их юбилеев. Указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси во внимание помощи Санкт-Петербургской епархии и в связи с 75-летним со дня рождения Калякин Александр Николаевич, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга, награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского. Патриаршей грамотой награждается диакон Михаил Аксенов, клирик Собора Владимирской иконы Божьей Матери города Санкт-Петербурга, старший и подиакон митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, во внимании к трудам на благо Святой Церкви, Кирилл Патриарх Московский и всея Руси. Аксиус! 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 Слава Тебе, Боже!